В русских фильмах о войне в Чечне постоянно чеченских боевиков больше в нереальное количество раз. Боевиков две тысячи, а русских сто человек. И русские сопляки всегда побеждают. Кадыров 1500 победил. Зачем этот цирк? Адам. Саламу алейкум, Томсо. Как говорят, что посылаются правители, которые заслуживают народ. Вопрос. Может мы заслужили такого правителя, если нам дать волю все будут стремиться к власти и деньгам, создавая банды, алейкум ассалам. Томсо, ассаламу алейкум. Желаю всего наилучшего. Объясни, пожалуйста, как ты можешь быть против браков чеченок с мусульманами других наций, если это прямо противоречит догме ислама и сунни стиль кара? Такой вопрос, Томсо. Если была бы власть та, о которой говоришь, но экономика и культура была бы, как у всех кавказских дотационных республик, тебя бы это устроило? Или процветающая Чечня, но с жестким режимом? Послушай, для меня важна свободная Чечня. А вот эти вот вопросы, как экономика, развитость, неразвитость, бедность, богатство, это второстепенные вопросы. Я не смотрю на это из шкурного интереса. Важна свобода. Будем мы неразвитыми, бедными, но при этом свободными? Или будем мы богатыми, развитыми, но при этом не свободными? Я не задумываясь выберу свободу, потому что, будучи свободными, бедными и неразвитыми, мы имеем возможность развиться, стать богатыми, и ответственность лежит только на нас. А вот будучи несвободными, какими бы развитыми мы не были, это ничего от нас не зависит. Мы сами не являемся себе хозяевами, поэтому, когда там, в Кремле, решат сделать нас бедными, мы станем бедными. Я не хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы мы сами были ответственны за то, что у нас происходит. Так что, я за свободу. Адам. Саламу алейкум, Тумсо. Как говорят, что посылаются правители, которые заслуживают народ. Вопрос, может мы заслужили такого правителя, если нам дать волю, все будут стремиться к власти и деньгам, создавая банды. Алейкум асалам. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 15-й раз этот вопрос здесь звучит в моих эфирах. Мы уже очень много раз на него отвечали. Когда у нас будет правитель, и он будет несправедлив, вот тогда ты можешь задать этот вопрос. У нас пока нет правителя. Мы сразились с врагом, проиграли в этой битве. Враг нас завоевал, нашу территорию. Поставил над нами своего человека, наместника своего. И вот этот наместник сегодня реализует политику нашего врага на нашей территории. Это не правитель наш. Это враг. Это его наместник. Поэтому тебе нужно будет перефразировать. Аллах посылает врага к нам, не которого мы заслужили. Правильнее будет сказать, что Аллах посылает нам врага, как испытание для нас, когда мы заслуживаем этого испытания, когда мы делаем что-то не так. И да, это причина задуматься над тем, что же мы делали не так. Исправить это. И потом снова вступить в борьбу, в сражение с этим врагом. Вот как надо на это смотреть. Но ни в коем случае не называть врага нашим правителем. В русских фильмах о войне в Чечне постоянно чеченских боевиков больше в нереальное количество раз. Боевиков две тысячи, а русских сто человек. И русские сопляки всегда побеждают Кадыров. Тысячу пятьсот победил. Зачем этот цирк? Меня тоже всегда это очень забавляло, что они показывали количественное преимущество на стороне чеченцев. Это действительно абсурдно, конечно. Когда они говорят про псковский десант, про его уничтожение, что две тысячи матерых отъявленных головорезов против ста человек роты псковского десанта. Это, конечно, смешно. Это настолько низкопробная пропаганда. Это такой позор. Так стыдно просто. Это не то, что говорить, слушать. Это стыдно. Представьте, как это говорить об этом. Муж рассказывал, что девятая рота и полк сводные были. Быстро скомплектованные, поэтому не очень боеспособные. При артподдержке не взяли бы их. Ну, не соглашусь я с вами, Олеся Андреева, так как артподдержка там как раз-таки была. Очень жестко работала артиллерия. Очень серьезно помогала. И большинство от этой артиллерии мы понесли там потери. Где-то человек 10-13 были потери с нашей стороны. Так что поддержка как раз-таки была. И говорить, что они были какими-то слабыми, тоже не приходится. Просто, ну, не вывезли они этот бой. Они проиграли. Такое бывает. Барон, брат, что ты знаешь про Бамут? Бамут – это чеченское селение, находится на западе Чечни. И я один или два раза был, бывал в Бамуте. Ну, не знаю, что еще можно сказать. Бамут – во время Первой войны в Бамуте были очень ожезоченные бои. И Россия никак не могла взять это село, потому что оно находится на предгорье и прям на рубеже леса. Поэтому, в общем, это такое удобное для обороны было. Для нашего сопротивления было место. Поэтому Россия несла там потери и не могла взять это село. Как ислам относится к другим моноистическим религиям, считают ли мусульмане, как иудеи, что все монотеисты – это братья? Нет, не считают. Под монотеистическими религиями подразумеваются христианство и иудаизм. Ну, помимо ислама. И христиане, и иудеи в исламе воспринимаются как люди неверующие. Но они выделяются из общей группы неверующих в отдельную группу людей Писания. И в отношении этих двух религий действуют определенные послабления, что ли, так скажем. Исключение из правил, как, например, общее число неверующих религий, или отсутствие религии, в общем, людей. Для мусульманина запретно кушать все то, что принесено ими в жертву. Вот исключением являются христиане и иудеи. Мы можем, для нас является халялом то, что они принесли в жертву. Если они это не приносили в жертву, кому бы то ни было, там, помимо Аллаха. То есть, если они не принесли в жертву ради Иисуса, какого-нибудь апостола и так далее. Если у нас нет такой информации, то то, что они приносят в жертву, для нас является халялом. Также мы можем, мусульмане, мусульмане может жениться на иудейке, на христианке, на представителях других конфессий, буддистов, допустим, жениться нельзя. Одно атеистке жениться нельзя. На христианке и иудейке можно. То есть, вот это вот люди Писания, они выделены в отдельную группу, но при этом они не являются верующими, не считаются мусульман верующими. И, конечно же, их не называют братьями. Тумсас, ас-салам алейкум. Желаю всего наилучшего. Объясни, пожалуйста, как ты можешь быть против браков чеченок с мусульманами других наций, если это прямо противоречит догме ислама и сунни стиль кара? Ну нет, на самом деле, это же далеко не однозначный вопрос. И если бы это противоречило сунни, как ты говоришь, что ученые, имамы, агри сунна не говорили бы и не были бы сторонниками этого мнения. Там, когда ты смотришь высказывания ученых по этому поводу, то ты иногда встречаешь даже такие, которые тебя в какой-то шок даже вергают. Когда я, например, увидел высказывание Ибн Таймии на эту тему, Ибн Таймии был сторонником того, что даже брак арабки с неарабом, курайшитки с неурайшитом, хашемитки с нехашемитом, недействителен. Он считал, что он не просто нежелателен там, или даже не то, чтобы нежелателен, он не был просто сторонником того, что лучше выдавать арабку за араба, курайшитку за курайшита, богатую за богатого, нет. А он говорил, что если ты выдал богатую за бедного, курайшитку за неурайшита, арабку за неараба, то брак недействителен, вообще аннулируется. Он недействителен. Это вообще как бы очень жесткое мнение, которое меня лично сильно удивило. Понятно, что я не придерживаюсь этого мнения. Здесь не надо на это смотреть так прям радикально, что вот вопрос женитьбы, это вопрос индивидуальный. Никто никого не обязывает выдавать за первого встречного. Нет такого шариата в исламе. Поэтому Вали имеет право на выбор. Имеет право из тех или иных соображений не выдавать. Проблема возникает там, где этот Вали, руководствуясь националистическими какими-то взглядами, взглядами фашистскими, когда он считает свое происхождение, свой народ считает выше другого, и из этих соображений, если он не выдает, вот здесь эта проблема. Но если этот Вали руководствуется какими-то практичными вещами, практическими, когда он, допустим, руководствуется тем, что чеченка, например, если он ее выдаст замуж за китайца, то она просто, каким бы мусульманином хорошим он не был, у него есть родственники, семья, и это совершенно другая культура, и он руководствуется тем, что выдав ее туда, возможно, этот брак распадется, он будет непрочным, и на этом основании он, допустим, отказывает, то к нему нет никаких претензий, он поступил правильно, он поступил дальновидно, из соображений, пользы и вреда, счастья для своей дочери, сестры и так далее. Поэтому здесь нет никаких проблем. Наоборот, проблема есть там, где люди пытаются обязать кого-то, выдавать там за первого встречного, просто пришел, так ты молишься, постишься, закат выплачиваешь, все, ну, значит, я не могу тебе отказать. Ну, кто это говорит? Конечно, ты можешь. Там очень много таких вопросов, как достаток этого человека, насколько он обеспечен, насколько он в состоянии обеспечить твою дочь, твою там сестру. Это ведь тоже индивидуальные моменты, понимаете? У кого-то запросы маленькие, если, например, среднестатистически там, или бедный человек, то воспитанная в твоей семье дочь или сестра, у нее и запросы будут небольшие. Но, допустим, если она выросла в богатой семье, ей обеспечивали там ее всем необходимым, она, говоря простым языком, она избалована, то если ты выдашь ее за среднестатистического там, или бедного человека, понятно, что у нее запросы будут сохраняться, а он обеспечить ее не сможет, обеспечить эти запросы. И, скорее всего, этот брак недолговечен, он очень быстро распадется именно из-за этого вопроса. И поэтому, когда такой человек, бедный мусульманин, например, пришел к Вали, и он из соображений, не из призгливости к нему, не из-за того, что он считает, что этот народ, он какой-то там недостойный, а мы вот круче по своему происхождению. А он, видя вот эту вот элементарную причину, он не выдает, он отказывает, в этом нет никаких проблем. В ситуации с выбором жениха для невесты по его богатству, это ведь не толкует, как притеснение бедняков. Тогда в чем проблема выдавать замуж, руководствуясь с соответствием культуры, вопрос к аудитории? Совершенно верно. Это обычные вопросы, вытекающие из какой-то практической темы. Насколько это долговечно. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok